Вот уже 9 месяцев Яна не видела своего сына. Сейчас полуторагодовалый Даня, наверное, уже неплохо ходит и что-то говорит. А когда она его лишилась, сыну и года не было. С бытовой точки зрения, никакой трагедии в семье Яны не произошло. Ребенка забрал отец. Но не забрал, а похитил, уточняет женщина. И, скорее всего, для того, чтобы сделать его разменной монетой в их отношениях. С Петром Яна расписана не была. Но когда поняла, что беременна, ребенка решила оставить. Говорит, всегда хотела много детей. А Петр казался надежным партнером. Вот только все изменилось, когда они по настоянию мужчины переехали в Киев. И Яна родила. Он был агрессивен, употреблял наркотики. Он делал себе уколы в ноги при моих детях, когда я просила этого не делать. Потому что мой ребенок этого боялся. Уколов и так далее. Он употреблял какие-то таблетки, от которых его трусило. То есть он приходил, у него скулы двигались. Его раздражали мои дети. Его ребенок маленький после того, как я уже родила. Дальше дошло до рукоприкладства и игр с оружием. Петр работает в охране, рассказывает Яна. Она ушла. Однако через полгода в Харькове появился Петр, который уговаривал жить вместе, иначе угрожал забрать ребенка. Женщина в это не поверила. Но когда уехала на курсы повышения квалификации, Яна сама обеспечивает детей. Няня впустила в дом Петра с товарищем. Яна уверена, женщина получила от Петра деньги на стоматологическую операцию. За это и отдала ее сына. Так ли это, узнать не удалось. Бывшая няня дверь не открыла. А Петр в ту же ночь увез сына в Киев. Яна с подругой бросилась за ним. Мы приехали, стояли под домом почти около трех часов. Петр не приезжал домой. Яна ему звонила, просила вернуть ребенка, на что он ее бронил, обзывал ее и сказал, что ребенка он не отдаст. В эту ночь мы обзванивали все больницы, обращались в милицию, звонили в Харьков, звонили в Киев. Никто ни на что не реагировал. Звонили в службу горячей линии, то есть объясняли ситуацию. Все говорили, да, 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 сейчас мы приемем заявление, но реакции не было никакой. Чисто случайно мы нашли больницу, в которой положил Петя с собой сына, на что мы попытались туда зайти. Яну Петя вышвырнул силой. Сам Петр по телефону от телевизионного интервью он отказался, утверждает, ребенка не крал, а увез в Киев только потому, что тот плохо себя чувствовал, а его матери, чтобы ему помочь дома не было. Тот факт, что он предпочел частную столичную клинику в 500 километрах от Харькова, а не любую харьковскую больницу, Петр объясняет необходимостью присутствия на работе. А его представитель настаивает, милиция в действиях отца нарушение закона не усмотрела. Состав преступления в действиях отца не усматривается, вследствие того, что он имеет равное с матерью права, вследствие того, что ребенок был транспортирован из города Харькова и немедленно помещен в медицинское учреждение. Есть в материалах дела оригиналы медицинских документов, подтверждающие тяжелое состояние, ну, довольно тяжелое состояние ребенка. Яна уверена, милиция не увидела в действиях Петра преступление, потому что он сумел или договориться, или заплатить нужным людям. По словам женщины, хотя сам Петр этого не подтверждает, он работает не последним человеком в охране известного украинского олигарха. Именно поэтому, считает Яна, ей не удалось ни с помощью правоохранителей, ни с помощью попечительских органов вернуть ребенка или хотя бы с ним увидеться. Тем более, что маленький Даня, утверждает, женщина, жил вовсе не со своим отцом, а с бабушкой в глухом селе в Крыму, а забрать его оттуда не позволяли физически. Женщина подала в суд, и только после этого, говорит Яна, ее делом заинтересовались в городском совете. Правда, предполагает она, все было решено до заседания, ведь недаром без ее ведома ее лишили детских, а условия проживания детей даже не стали смотреть. Комиссия по детям от горсовета сказала, что я тоже не по адресу обращаюсь. И только когда уже на пятое заседание суда суд все-таки их притянул в качестве третьего лица, уже как бы настойчиво, они вступили в этот процесс. Но комиссия прошла очень сомнительно, даже не то, чтобы сомнительно, а просто беззаконие, которое меня вывело из себя. Я поняла, что это последняя капля, потому что я уже сделала все, что только могла. На что, получив ответ от комиссии, девушка, что вы хотите, вон дверь пошла вон отсюда, извините, но это было чересчур. В горсовете не скрывают, они о Яне как о матери действительно невысокого мнения. Однако, чтобы не разглашать персональную информацию, ситуацию не комментируют. Представитель отца также утверждает, у них есть доказательства того, что Яна плохая мать. Какие они говорят, настаивают на том, чтобы ребенок жил с отцом, а встречался с матерью только под его присмотром лучше в Киеве. Что до обвинений самого Петра в злоупотреблениях, то этого не подтверждает документы, говорит юрист. О том, что папа не пребывает на специальных учетах, о том, что он не является наркоманом, у него нет психических расстройств. Отец хочет закрепить место проживания, постоянное место проживания ребенка за собой, чтобы ребенок проживал вместе с ним в городе Киеве, потому что он может создать надлежащие условия для проживания, воспитания, развития ребенка. Матери он готов предоставить возможность видеться в неограниченном порядке с ребенком, но только при тех условиях, которые будут соответствовать интересам ребенка, на виду у папы, в условиях, которые будут соответствовать требованиям санитарии, безопасности и с уверенностью того, что ребенок не будет у отца изъят. В отличие от чиновников и юристов, соседи полностью на стороне Яны. Я сама мама троих детей и по образованию педагог, и немножко разбираюсь в людях. Я считаю, что это мама достойная, детей своих любит, жилищные условия у них позволяют воспитывать двоих детей. В конце концов, районный суд все-таки признал, что Даня должен жить с мамой. Однако пока женщина сына так и не увидела. Впереди еще апелляция. Марина Николаева, Владимир Борох, Агентство телевидения Новости.